Приветствую вас от имени ученых, селекционеров, зернограда, людей, которые дарят вам основу получения высоких урожаев не только зернобобовых, но и других культур. Ну, переходим к одной из наиболее интересных и в последнее время прогрессивных культур, к которым относится, естественно, чечевица. Прежде чем перейти к основному вопросу, который записан в теме моего выступления, я хочу рассказать предысторию вопроса, почему возникла эта необходимость. Прежде всего, уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить, кто не знает кому-то сказать, что мы на территории Ростовской области аграрии довели уровень пассивных площадей под зерновыми колоссовыми более 60% уже. Это и хорошо, и очень плохо со стороны фитопатологии. Дело в том, что наличие большущего количества зерновых в совокупности с кукурузой на зерно создает очень неблагоприятные условия для формирования патогенной зоны, в которые попадает после озимой, допустим, пшеницы и наши бобовые культуры, о которых сегодня идет речь. Есть еще несколько моментов, на которых хотелось бы обратить ваше внимание, что мы мало того, что плохо анализируем и несвоевременно делаем фитоэкспертизу семян, еще и забываем о том, что на растительных остатках и в почве огромное количество инфекций. Приведу маленький пример. Мы имеем сведения о исследованиях ставропольских моих коллег, которые провели оценку распространения мицелии гриба фомопсиса на подсолнечнике. Был заложен специальный опыт такой и было доказано и получены результаты о том, что эти споры на 12-13 километров распространяются вокруг. Такая же тенденция и по-другим. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у нас на посевах нет проблем, то у друзей, в кавычках, соседей эта проблема существует. У вас тогда никакой уверенности нет, что эти проблемы не возникнут и у вас. Что еще хотелось сказать? Я хочу сказать, что самым большим камнем преткновения для выращивания культуры чечевицы в прошлом году, как ни парадоксально, оказались метеорологические условия. Вы помните, что и в процессе перед цветением, и во время цветения, и созревания бесконечно шли дожди. Мало того, что растения неблагоприятно перенесли эти условия, к тому же еще и последующий период резкой засухи способствовал формированию неблагоприятных условий для оздоровления. Массивы у некоторых семеноводческих посевов были полегшими, а у некоторых даже частично и погибли. В этой связи мы, проведя исследование, вот буквально две недели назад определили, что на семенах большинстве семенных партий, которые присутствуют, присутствуют как прикорневые, так и корневые гнили и другие возбудители. Если вы помните, я в прошлом, позапрошлом году выступая перед вами говорил, что ни о каком протравливании семян не может быть и речи, то я в этом году по результатам исследований хочу вас предупредить, что ни в коем случае нельзя высевать непротравленные семена чечевицы. Обязательно протравителей много для бобовых, выбирайте одно, двух, можно и трехкомандентные препараты и будете обезопасены в этом отношении. Потому что, как и выступали предыдущие ораторы, я с ними полностью согласен, потери от болезней в этом направлении могут составлять от 15 до 30 и более процентов. Поэтому мина замедленного действия, к сожалению, заложена, ее надо разминировать. Каким образом? Значит, помимо того, что мы обработаем протравителем, нужно будет помнить, что семянка и растение чечевицы очень нежное и маленькое. Вы видели, я демонстрировал это в холле нашего сегодняшнего здания. И они очень реагируют на условия темпов начального роста. А когда мы обработаем протравителем, вы все здесь знаете, что это будет чревато тому, что будет некоторая задержка всходов. Чтобы этого не происходило, мы заложили опыты со стимуляторами. Кому интересно, может подойти посмотреть, мы их продемонстрируем. Наглядное увеличение темпов начального роста процентов на 70. Мы это дело наблюдали, это проявилось. Вопросы фитосанитарного мониторинга на сегодняшний день приобретают очень актуальный характер. По той причине, что метеорологические условия 2023 года не способствовали получению очень качественных семян с точки зрения экологической безопасности. Нам на сегодняшний день приходится констатировать, что не только семена зерновых колоссовых, но и некоторых пропашных культур, в том числе и бобовых культур, таких как горох, нут и чечевица, требуют обеззараживания поверхности семян. Хотя несколько лет назад этой проблемы не стояло. В этой связи мы провели исследование по предпосевному протравливанию семян и в том плане, чтобы уничтожить инфекционное начало. Как оказалось, некоторые протравители оказывают негативное воздействие на темпы начального роста. Чтобы избавиться от этой проблемы, мы дополнительно к протравителям изучили и провели опыты экологически безопасные стимуляторы роста, о которых мы будем говорить сегодня с трибуны. И они дали очень хорошие положительные результаты. В частности, препарат, который производится на Ставрополе, Экобао, в большей степени очень хорошие результаты получились при закладке опытов Ковдона, который позволяет порядка в два, а то и в два с половиной раза повысить темпы начального роста по сравнению с контролем, где мы обрабатывали обыкновенно дистиллированной водой. В этой связи хотелось бы обратить внимание сельхозтаропроизводителей, что нужно будет использовать их в как можно более широком объеме при посеве чечевицы, в частности, в 2024 году. Поэтому очень прошу вас всех, кто будет выращивать семенные участки и просто посевы чечевицы осуществлять. Обязательно в этом году надо будет провести протравливание и добавить стимуляторы, которые у нас на слуху, вы знаете, по нашим условиям прошлых лет исследования. Это Акабао Ставропольцы, а в этом году очень хорошо проявил себя и мы демонстрировали Ковдона. Между прочим, это местное биостимулирующее вещество, которое в нем присутствует. Очень хорошо отозвалось на фитосанитарном состоянии, а самое главное, как я обращал на ваше внимание, на темпах начального роста. Об этом надо будет помнить. Что касается следующих этапов. Я уже, мы приучили вас к тому, что при покупке семян вы каждый получаете при желании распечатку технологии возделывания нашего сорта. Поэтому не буду останавливаться на основных моментах технологий, они давно известны. Но поскольку ситуация усугубилась, вы видите, что и в этом году обещают повышенную влажность, обязательно нужно будет предусмотреть борьбу с вредителями и болезнями. Тоже препараты существуют. Но самая большая проблема, как всегда, это борьба с сорняками. С прошлого года внесен в реестр для злакобобовых сорняков препарат МИУРА. Он хорошо исправляется. Что касается широколистных, то препаратов никаких нет в разрешенном списке. Поэтому тут некоторые сложности есть, но препараты существуют. Мы эти гербициды применяли и они показывали довольно неплохие результаты. Что касается почвенных гербицидов, то вот по данным наших коллег, топир, пивот, мерлин, гермес и некоторые другие показывали неплохие результаты до пассивного обработки почвы. По болезням очень неплохо проявлял Амистар, Прозара и Самкор. По вредителям Эйфория, Протеус, Децис и безопасный для пчел караген, который тоже приведет к хорошим положительным результатам. Что касается вопросов диссекации. Очень правильный подход, потому что если мы будем добиваться окончательного возревания всех частей растения, то самую урожайную, нижнюю и среднюю часть мы можем потерять просто-напросто. В этой связи действительно я советую применить диссекацию, которая даст возможность получить очень хорошее и качественное, не только продовольственное, но и семенной материал. Мы использовали реглон, который очень хорошо проявляет себя. И доза не очень высокая, от 1-2 кг на гектар. И при условии формирования полноценного зерна приступали к уборке. Не забывайте о том, что только на мягком режиме обмолота комбайна можно достигнуть получения не только хорошего урожая, но и качественных семян. Если вопросы есть, готовы ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!